девочки извините меня вы выбили из интернета не очень не очень вовремя позвонили люди я но я ничего не сушил я жду вас чтобы вам все дальше показать мы продолжаем кто присоединится тот посмотрит кто не присоединится тут посмотрит записи вот да здравствуйте кто вновь присоединился мы делаем объемную инкрустацию делаем очень красивые вот такие вот кубические стразики это новиночка у нас смотрите просто шикарно будет за финишем покрою посмотрите смотрите я сколько меня минуты 2 меня не было да я стразику посадила это на меня подвижно но она мне никуда не уплыла хорошо очень держится так свет поставить чтобы он все было видно беда у меня со светом вот теперь вот в те места которые у меня состоит остаются пустыми я буду добавлять уже буду добавлять сюда уже мелочи да материал у меня не текучий мы уже это все выяснили с вами и для того чтобы как скажем убыстрить процесс я вот сюда уже впритык уже к этой стразе ведь он засыхает материал если долго лежит материал сам по себе даже высыхает поэтому при просушивании липкости у него уже не будет вы можете этого не бояться я аккуратненько апельсиновой палочкой вот там тот именно тот контур который мне нужно я выкладываю именно туда куда мне нужно вот что удобно и он у вас никуда не потечет здравствуйте мы крепим да здравствуйте еще что подключился мы крепим это каучуковая база гум эластик вот такая наша база леди легко гум эластик и обыкновенная прозрачно-акриловая пудра да здесь вот девочки отвечают уже вам помогает мне спасибо огромное вот и теперь мы начинаем уже укреплять как говорится следующие стразики я вот здесь возьму маленькую стразику такую же радужную по поводу какие материалы мы работаем что мы делаем не поленитесь посмотрите в записи предыдущую трансляцию потому что там очень и очень много всего мы уже успели сказать просто был звонок экстренный какой-то у меня позвонили и меня выбили из интернета так значит я вот эту стразику красивенькую такую же радужную я ставлю вот сюда чуть поодаль чтобы вот вот закрепить ее вот видите и между ними теперь я буду ставить более мелкий деталь то есть в инкрустации вы должны сначала поставить все крупная и потом уже побывайте самое мелкое мы ставим самом конце это ну так таким образом вы крупные элементы закрепляете то есть мы как будто их в тисочки такие берем понимаете и вроде бы получается красиво и самое главное получается очень носка вот тут вот такая вот у меня еще с той стороны есть такая стразина крупная вот такая вот я ее сюда поставлю потому что место у меня здесь есть еще для нее вот она и теперь везде где остались еще какие-то пустоты мне сделать свет где-то какие-то пустоты остались я закрепляю уже бульонка бульон очки у нас идут самую последнюю очередь некоторые торопятся начинают закладывать бульонки и потом между ними уже проблематично поставить стразы они мешаются бульон очки они у меня выпускают вот таких вот баночках они металлические девочки но для работы для того чтобы не извозюкать полностью всю банку да когда вы работаете я ее немножечко высыпаю на бумажечку себе и уже с бумаги подбираю по одной вот теперь мы все что у нас здесь осталось без как скажем без красоты да мы все это укрепляем бульон очки каждый бульон очка служит крепежом для более крупного элемента то есть инкрустации бульонки выполняют как раз ту самую функцию которую выполняют вот в драгоценностях до элементы вот таких вот зажимчиков таких маленьких вот здесь выполняет функцию это бульон очки наши поэтому крепим аккуратненько не торопимся сейчас скорее всего у меня зарядка сядет потому что я вышла просто буквально показать кое-что но не тут выбил интернет и испортил мне все обеднюю так говорится так вот смотрите у нас вот такая вот получилось шикарная инкрустация я честно говоря не знаю видно ли вам хорошо или не хорошо в камеру я постараюсь чтобы было видно смотрите вот так вот смотрите какой крупный у нас с вами получился камушек но он укреплен со всех сторон вот здесь вот я еще нашла видите вот здесь под камушком свободное место как раз место для бульонки вот она еще для одной даже тут поместится вот все тут уже застывшие все все одна только поместилась вот смотрите какая красота и я ставлю на просушив 30 секунд достаточно для того чтобы вся эта масса застыла за счет того что состав этой крепи крепище вот этого цемента на котором мы сажаем стразы у нас входит каучуковая база которая просыхает просто очень очень быстро за счет этого у нас получается и скорость то есть 30 секунд и готова теперь обрабатывать полностью поверхности на все пластиночки вокруг инкрустации мы будем топом ультра нашим замечательным кто нашему топом работает волгоград на чтобы знает уже заказывать постоянно вы можете в чате сказать о своем опыте работы и пусть люди тоже знают вот смотрите мы закрепили и поверьте мне это насмерть просто и еще главное преимущество этого метода здесь нет липкости вот я перчаткой провожу липкости нет то есть теперь мы покроем просто финишем стык к нашему к нашему вот этому изделию вот видите супер да топовую любите его да очень замечательно на самом деле девочки всем рекомендую попробовать потому что этот топ просто идеально и вот таким образом я вот таким эти кисточкой вот так вот аккуратненько подталкивая под и блин вот нас не очень хорошо с фокус ловит и вот таким образом здесь тоже самое подталкиваю много не надо брать на чтоб вот чем удобен то что его не надо брать много он очень хорошо натягивается на ногтевую пластиночку и аккуратненько все просушивается и все будет у вас держаться идеально просто кончается бутылочка и приходится несколько раз аккурат кисточку все они и никогда мы в таком случае вот если вы будете работать в такой технике вам не придется перекрывать стразы топом и вы не будете они у вас не будут мутнеть из-за этого понятно да вот он красиво получается я ставлю сушиться на минутку теперь смотрите у меня есть еще вам есть еще один типсик у меня такой светленький возьму чтобы было получше видно и давайте еще сделаем инкрустацию при помощи вот таких вот красивых сфер вот такие вот сферы у меня есть жемчужные покажу вам спасибо что смотрите меня мне очень приятно что меня смотрят и что есть люди которые задают вопросы значит что-то им все-таки интересно в моем моей работе ну мы с вами все коллеги сейчас я переверну немножко неудобно переворачивать салфеточка такая вот такой вот мы с вами жемчужину сейчас будем делать вот такой жемчуг давайте сделаем жемчугом жемчуг будет у нас с вами и еще у нас есть в продаже осталось правда буквально одна только коробочка спасибо вот такие вот замечательные стразики они идут не стеклянные сразу говорю но у них очень красивый блеск спасибо спасибо они разного размера вы смотрите тут два вида есть такие вот очень красивые такие шикарные темные цвета видно на разноцветные и есть тоже такие же бомбические беленькие вот такие вот и вот сейчас мы с ними сделаем инкрустацию так у нас масса уже готова мы массу же не будем с вами готовить повторяю для тех кто только что к нам подсоединился у нас с вами работает каучуковая база плюс акриловая пудра я набираю такой вот и работаю я апельсиновой палочкой вот вы видите да ну я буду делать такой знаете аля френчик вот поставила сюда вот капельку и теперь на нее ее сразу не размазывайте и на нее я уже ставлю нашу с вами жемчужинку жемчужинку я ставлю при помощи пинцета мне больше всего нравится слегка нажимаю вот видите за пределы сферы вышла вышла масса вот видно мне кажется да вам вот мы должны с вами сделать так чтобы у вас со всех сторон была одинаковая масса то есть одинаковое количество ясно да как сделали можете пригласить читатели может что-то кому-то понравится обрамление этого жемчужинка мы сажаем на каучуковая база гум и ластик нашли далеко плюс акриловая пудра прозрачная обрамление мы будем делать доброе утро всем обрамлением будем делать уже такими вот серебристыми бульон очками тоже металлическими для того чтобы было удобно я выкладываю их нужно немножечко прям маленькое количество на салфеточку себе чтобы не запачкать всю банку и теперь аккуратненько вокруг этой жемчужинки я ее закрепляю видите как так опять фокуса нет хотел сказать видите не видите а вы ничего не видите потому что фокус пропал опять ну что ж такое то видно я надеюсь что видно потому что я работаю до рукой двигаю иногда у меня фокус пропадает но жемчуг обрамленные вот этими серебристыми бульонками просто бомбический эффект знаете как прям вот камень драгоценный действительно как будто кольцо мы укладываем их прям плотненько плотненько друг другу если ваш клиент знаете да что он занимается например там постоянной готовка чистит моет трет то порекомендуйте сделать этот дизайн естественно для какого-то праздника но либо пусть он носит перчатки потому что конечно же это пластик это не натуральный жемчуг ну как и с натуральным жемчугом смотрите какая красота с натуральным жемчугом такая же ерунда то есть он очень подвержен стиранию царапанию все такое это искусственный пластиковый конечно же он будет царапаться ну вы должны объяснить своему клиенту что либо он либо он делает красоту либо он не делает красоту вот и все приветики приветики я подсушиваю этот элемент в принципе у меня масса не течет я могу и не подсушивать но зачем зачем рисковать потому что потом двигать его будет намного сложнее попробуйте попробуйте девочки потом мне скажите мне нравится взаимодействие каучуковой базы с акриловой пудрой за счет за счет за счет чего она теряет липкость смотрите какой шикарный ноготь у нас получился вот как поставлю чтобы вы со всех сторон видели видите какой кубик у нас обалденный кто у нас пер только подсоединился я вам покажу сейчас его в живую эти кубики у нас продаются уже пожалуйста вы можете приобрести вот такой вот кубик смотрите вот там у нас синий смотрите синий цвет видите а есть еще вот такой вот сиреневый нет он не отпадет если вы поставите так как я сказала ну я думаю что нет в этом смыслом по поводу топа на жемчуг хамелеон вы имеете ввиду к на 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 каточке я сейчас уже не вспомню девочки хамелеон чеки не вспомнил это над это втерто пигмент северное сияние что втерт это какой-то темный гель по моему сиреневый насколько я помню и втерто северное сияние как втирать правильно все все втирочки я показывал вчера была очень длинная трансляция пойдите зайдите пожалуйста посмотрите потому что реально очень большие много очень много полезной информации вот у нас все закрепила все у нас насмерть стоит теперь отковырять можно только щипцами поверьте мне и вот я теперь хочу вот у меня маленькая и жемчужинка еще я сейчас себе еще одну маленькую жемчужинку найду мы ставим наши продукты мы ставим на каучуковую базу плюс акриловая пудра пожалуйста девочки если вам что-то помогает в моей моя работа вам помогает я просто счастлива так теперь мы опять набираем маленькую капельку и ставлю вот сюда чуть повыше от 1 если вы видите нет даже просто под обыкновенным светом вот эта масса которую мы намешали она конечно мы намешали акриловую пудру и каучуковую базу за счет этого при полимеризации в лампе остаточной липкости не остается добрый день получили посылочку отлично все нормально все хорошо если что пишите еще вышлем девочки у нас отправочные дни теперь только строго вторник и пятница пожалуйста если что-то кто-то захотел не тяните время пожалуйста присылайте заранее заказы можно через интернет магазин прислать можно напрямую нам в личку написать пожалуйста можно мне написать на страничку пожалуйста мою добавьтесь и пишите отправлять мы будем строго вторник и пятница пожалуйста девочки Потом не просите, чтобы между ними отправка у нас пока не запланирована, потому что сейчас хотим именно такие, знаете, почтовые дни выделить, потому что посылок уже много отправляем, очень все просят, и чтобы как-то сгруппировать все это, знаете, чтобы у меня администраторы тоже целыми днями на почте не торчали, и обработать заказы надо успеть, все тут еще и продажи идут в магазине, то есть давайте будем вот так вот более организованы в этом плане. И отправляем, повторяюсь, вторник и пятница, отправляем почтой России, то есть за почтовую пересылочку, там внутри страны это не так уж и много, вы смотрите, какая красота, да, жемчуг просто вот как будто бы, как будто здесь и был. И второй я сделаю вот здесь, то есть у нас будет такая как будто цепочка. Опять беру небольшое количество, ставлю капельку, вот моя задача сделать такое количество, чтобы при нажатии на него у вас из-под жемчужинки вышла тоненькая такая вот полосочка материала, на которой мы в свою очередь пока прикрепим бульонки. Поставила в серединочку и нажала, чтобы со всех сторон вышло немножко материала, вот видите, он везде со всех сторон у меня вышел. Я вот здесь вот чуть-чуть не хватает мне, чувствую, я вот здесь добавляю немножечко, распределяю его вокруг, чтобы у меня было все одинаково, чтобы бульоночки сели у меня как колечко. Застывает эта масса даже просто так, если вы оставите ее просто так, то есть поэтому это очень удобное сочетание, акриловая пудра и наша каучуковая база. Девочки, вы попробуйте, она и держится великолепно на ногтях, и плюс еще у вас будет вам помогать в укреплении страз. Так, вот здесь я пальцем задела, девочки, извините, не проследила, задела пальцем. Так, аккуратненько я теперь все бульоночки колечком выкладываю вокруг нашего замечательного жемчуга. Жемчуг этот пластиковый, естественно, девчонки, не ждите от него каких-то чудес, да, как любой жемчуг, любой, тем более натуральный, он очень-очень капризный в носке, вплоть до того, что его нельзя мочить и все такое. То есть, конечно, это у вас будет украшение, вы должны клиента своего сориентировать на это. Если вам клиент сделал это украшение и пошел копать картошку, то ждите, завтра будет крик, у вас все облезло и все такое. Ну, вы должны сами понимать и клиенту сказать, что это украшение естественное, что его надо беречь, как любое украшение. Поэтому перчаточки пусть одевают, либо там хотя бы делают в преддверии какого-либо события и впритык, чтобы они успели насладиться красотой. Вот это я немножко сейчас подсушу, просто даже так, если оставить, уже красиво, да, но между ними мы все равно поставим еще кое-что. Я вот это все это просушиваю 30 секунд, мне больше не надо. Соединять я буду цепочкой из бульонок, создадим такой эффект, ну, кружевного такого. Соединить можно просто одной линией, то есть между ними, а можно соединить вокруг, то есть такой петельками таким. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, что не будем сильно многому мучиться, соединим просто одной веревочкой, так будет красивее. Вот наша сегодняшняя работа. Все это сделано в этой же технике. Вот такие вот стразы радужные у нас уже есть, пожалуйста, можете приобретать. Они с матовым топом смотрятся просто, ну, офигенно. Они называются радужные, радуга. Смотрите, они просто красивые, безумно красивые, они сверкают просто всеми цветами. У нас есть в продаже теперь вот такие кубики разного цвета, тоже можете приобрести. Вот сочетание с радужными и сферой вот этой жемчужной мы тут поставили, они его в общем и целом дают обалденный эффект. Вот такие вот есть у нас квадратненькие стразики, они у нас тоже продаются, они достаточно плоские, хорошо сдержатся. Сейчас ножки пойдут, на ногах будет просто божественно смотреться. Так, достаем нашу с вами поделку. И смотрите, как можно сидеть, можно сделать петелькой вот так вокруг. Но я сделаю просто перемычки вот такие здесь, чтобы это просто было закреплено между собой и все. Потому что у меня уже подходит время, мне нужно уже заниматься другим делом. И я вот аккуратненько здесь между ними ставлю капельку материала. Да, кому интересно, присоединяйтесь и там... Германия, доброе утро! Вы проснулись, у вас там, по-моему, чуть пораньше, чем у нас, да? Сейчас у вас там, наверное... Сколько? На два часа у вас разница, да? Не помню. Доброе утро, доброе утро, всем доброе утром! Значит, соответственно, вот сюда я тоже вывожу капельку, потому что некрасиво будет. Здесь у нас будет просто обрублено. Мы в Самаре, девочки, находимся. Самара. LadyLiku.ru Наш сайт, официальный сайт и интернет-магазин. Пожалуйста, можете добавить... Да, в 9 утра. Ну, вы уже проснулись, молодцы. Так, вот сюда вот я добавляю. У нас... У нас уже вот... У нас уже, видите, сколько? Полдень скоро. Так... Хочется ногти. Как я вас понимаю, как я вас понимаю. Я тоже каждый раз, как что-нибудь сделаю там на ком-то или там образец, и все. Подвисает, да? Ну, все, интернет начинает уже мудрить, поэтому... Сейчас мы уже скоро прекратим нашу трансляцию, приостановимся. Чуть попозже я еще выйду с моделированием, девочки. Наверное, где-то во втором часу это будет. Вы так что, если что, присоединяйтесь, где-то во втором часу у меня намечено выход в трансляцию с моделированием. Так, смотрите, ну вот так. Сейчас фокус поймается. Вот так вот я сделаю. И все, я оставлю. Так, на вскидку. Вы можете, конечно же, украсить сами, как вам хочется. Вы можете по 2-3 круга сделать и бульонок, и страз, все, что хотите. Моя задача показать, как сделать, сам процесс показать. А уже дизайны, пожалуйста, делайте. Так, я оставлю сушиться на 30 секунд. Значит, пока я тут все прибираю, для того, чтобы уже закончить, да? И я вам сделаю, знаете, как интересно. Мы с вами одну часть ноготочка покроем глянцевым финишем, а другую покроем матовым. То есть у нас будет здорово, да? Вроде бы ничего такого. Выкраску. Так, фотографии вам надо, да? Вы мне, пожалуйста, вы мне, по-моему, в WhatsApp звонили, насколько я помню. Да, я подниму записи. Вы же ради бог, извините, что-то, видимо, зарапортовалось. Давайте сделаем это все в ближайшее время. Я очень постараюсь. Так, бульоночки надо как-то мне подобрать. Сейчас я перчатку одну сниму. Приберу, потому что перчатки, в перчатках их не удержишь. Бульонки я все собираю. Жалко мне их выбрасывать, они хорошие. Сколько стоят ногти? Ну, смотря, какие. Есть разные ногти. Можно сделать и за 500 рублей, да? Можно сделать за 3000. Смотря, какой уровень вы хотите. Поэтому надо, это уже конкретно надо присылать дизайн. И я вам скажу точно, сколько у меня будут стоить такие ногти. Так, теперь я беру, да, разные есть сцены. Так, теперь я беру наш замечательный топ ультра, кто уже им работал. Часть я покрою топом ультра. Впритык. То есть мы вот, в чем преимущество этого метода, да, в чем преимущество этого метода, в том, что вы не покрываете ни бульонки, ни стразы. Они у вас закреплены насмерть уже, все, намертво. А другую часть мы покрываем, сейчас открою бутылочку, нашим топом ультром. Ой, господи, матовым топом, топ-велюр. Он имеет остаточную липкость, очень мягкую, которая стирается, я уже показывала в предыдущих трансляциях, она стирается просто обыкновенной сухой салфеткой. Даже не надо смачивать ни в каких жидкостях. Сейчас посмотрите. Вот, на первый взгляд я покрыла одинаково, все блестит. Но сейчас мы высушим их, минуточку, и посмотрите, какая разница. Все, вот эта масса, которую я замешала от времени, смотрите, она становится жесткой. Вот, я ее даже свести не могу, видите? Соответственно, и на ногтях она будет очень-очень ноская. Это что-то будет типа акрила, просто он сохнет, за счет кучековой базы он сохнет чуть дольше. Видите, он прям жесткий становится. Вот видите, камнем. Соответственно, когда он высохнет в лампочке, у вас не останется липкости. И у вас не будет необходимости перекрывать топом между элементами, что дает тоже какую-то объемность и все такое. Я уже говорила об этом, но я повторюсь, мне не жалко. Жемчуг, вообще, как любая объемная инкрустация, вообще, как любое украшение, это, естественно, украшение, да? Бульонки, да-да-да, они железные, да, они железные, наши бульоночки железные. Это украшение. Вы должны сами понимать это и, соответственно, донести до вашего клиента, что это украшение. И любое украшение может себя повести неадекватно в экстремальной ситуации. Если она пойдет с этим жемчиком копать картошку, то, конечно же, вы представляете, что это будет, да? Конечно же, вы представляете. То есть, естественно, это надо ей сказать, чтобы она поняла это, что нельзя этого делать. Тут, девочки, вы... Вот смотрите, вот я покрыла. Вот эта часть у меня глянцевая, гладкая, а эта идет с матовым топом. Я беру обыкновенную сухую салфетку и протираю обыкновенную сухой салфеткой, без всяких жидкостей. Смотрите, вот у нас получилась одна часть матовая, одна часть глянцевая. И матовость, вот жалко, вы ее не чувствуете, она прям вот бархатная. Тут девочки предложили капнуть на жемчуг капелькой топа. Но я думаю, что это будет не очень эффективно, потому что поверхность очень гладкая, и топ на такой гладкой поверхности просто не удержится. Я думаю, просто надо предупредить клиента, что это, так скажем, украшение, это такое роскошное украшение. Чуть фокус уже ушел опять у меня. Вот, это роскошное украшение, и, конечно же, его желательно делать, ну, перед каким-то праздником, или понимать, что это украшение. Вот такие вот у нас сегодня были моменты. Вот, смотрите, видно, не видно? Надеюсь, что видно. Так вот, со всех сторон вам покажу его. Вот они все, какие красивые у нас, да, замечательные получились вообще. Вот, надеюсь, что все было видно. Вот такие у нас еще варианты есть уже сделанные. Сейчас фокус поймается. Смотрите, какие красивые. Здесь тоже крупные фианиты стоят. Крупные стразы, обрамление из... Вот здесь вот крупные просто, просто выкладка, как по френчику. Вот здесь вот квадратный стразик стоит, тот, который я вам показывал. Здесь тоже большой фианит стоит обрамлением крупными стразами. Мы сегодня делали с вами нашу новинку. Это кубики. Вот такие вот кубики. Видите, какой кубик? Это новиночка. Я сегодня сделаю макросъемку, выставлю в интернет. Здесь у нас радужные стразы. Это тоже новиночка на матовом топе. И видите, они как будто взяты усиками такими зажатые. Это золотые бульоночки металлические. Вот такие вот шикарные. И вот этот я тоже в прямой трансляции сделала. Это жемчужные такие. Невестушкины ногти. Вот два варианта. Можете предложить своим клиентам. Все есть в продаже. Все, что захотите узнать, пишите в личку. Отправляется на сайт запрос. Кидайте в корзинку все, что вам понравилось. Все уже есть в продаже. Так что, пожалуйста, милости просим. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok